В эфире телеканала Аист. Новости сейчас в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Счастье. Иркутяне вместе с жителями всей страны фантазируют на самую актуальную тему – о зарплате. Лучшие борцы страны собрались в столице региона. Как прошел 14-й турнир памяти Константина Вырупаева, смотрите в спортивном блоке. Ножевое ранение от пациента получила врач скорой помощи в Иркутске. Бригада, как обычно, отправилась на вызов на улице Советской. По сообщению очевидца, лежал человек без сознания. О том, что случилось дальше, расскажет Екатерина Нерушкина. Алло, скорая слушает. Здравствуйте. На станцию скорой помощи вызов поступил в 43 минуты первого в ночь на 6 октября. На улице Советской возле 94-го дома лежит человек без сознания, сообщил звонивший. Бригада врачей тут же выехала на помощь. Через 13 минут были на месте. Мужчину без сознания нашли без труда. Он был мертвецки пьян. В какой-то момент мужчина достал из кармана нож и причинил врачу скорой помощи телесные повреждения. В результате у врача ножевое ранение, не проникающее в область грудной клетки. Даже вот это само чувство ранения и так далее, это уже потом определили, когда увидели, что нож в крови. Непосредственно уже, когда сотрудники полиции. Да, поэтому после этого врач обратился в трампунт номер 2, где ему была оказана первичная хирургическая обработка раны. Врач, получивший ранение, работает в скорой помощи около 20 лет. Сейчас направлено на больничный и, скорее всего, он продлится около трех недель. Кроме того, работа бригад скорой помощи распределяется очень четко. У каждой свой список вызовов и выход из строя одного экипажа. Это, возможно, чья-то неспасенная жизнь. При возникновении таких ситуаций, естественно, каждая бригада, она может сыграть какую-то роковую, так скажем, роль. При оказании именно экстренной медицинской помощи пациенту, которому оно действительно в настоящий момент времени может потребоваться. Известно, что мужчине, который напал на доктора 34 года, и он житель Иркутского района. Сейчас, по данному факту, проводится доследственная проверка. Этот случай далеко не единственный. В 2017-м врачей спасать пришлось 12 раз. В прошлом году всего три. В этом и того меньше. Но этот случай напоминает нам о том, что пора спасать тех, кто спасает наши жизни. Екатерина Нерушкина и Артур Ращупкин. Новости сейчас. Иркутский областной суд признал правомерность решения Киренского суда, который обязал Думу города рассмотреть вопрос об отставке главы Киренска Николая Черных. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Об этом сообщает Иркутск Медиа со ссылкой на документы суда. Напомним, ранее Дума муниципального образования дважды не смогла принять решение по заявлению губернатора Иркутской области Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий главы Киренска, связанного с нарушением антикоррупционного законодательства. Прокуратура по заявлению губернатора обратилась в суд, обвинив депутатов в бездействии. Автобус 80 маршрута собрал возле Глазковского моста в Иркутске шесть машин. По словам водителя, ему стало плохо за рулем. В пострадавших автомобилях никого не было, они стояли на парковке. Из пассажиров автобуса, по информации ГИБДД, никто за медицинской помощью не обратился. Медики обследовали только водителя, виновника аварии, 1992 года рождения. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Тем временем на плотине ГЭС в Иркутске скорость ограничит до 40 км в час. Знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Они будут действовать в обе стороны с 21 октября. Также напоминаем, на этом участке установлены камеры видеонаблюдения, которые фиксируют нарушения скоростного режима. При Ангаре вошло в число регионов лидеров по темпам роста волового регионального продукта. Наибольший рост по этому показателю к 2024 году ожидается в Чукотском автономном округе и Иркутской области. Такой прогноз представило Министерство экономического развития России в Государственную думу, сообщает РБК. Также в число лидеров входят Амурская, Магаданская, Ульяновская, Свердловская, Московская, Ярославская области. Рост экономики этих регионов будет происходить за счет добычи, переработки ресурсов, машиностроения, фармацевтики, химического производства, торговли и строительного сектора. Так считают эксперты. Кавыкта строится, и строится очень активно, и она будет запущена в течение двух-трех лет. Опять же, перспективный проект это МС-21, это авиазавод, который должен выйти на промышленный выпуск этих изделий в большом количестве. Это тоже на самом деле большой рост именно нашего регионального ВРП. То есть это те проекты, которые были заложены давно, просто у них уже логически подошел срок их запуска в эксплуатацию. Такой цифры не существует, ответили 40% опрошенных на вопрос, какая зарплата сделает вас счастливым. В среднем же россиянам для счастья необходимо ежемесячно зарабатывать 161 тысячу рублей. При этом мужчинам требуется немного больше, чем женщинам. Молодежи для полного счастья достаточно 118 тысяч, а людям старше 35 лет нужно уже 172 тысячи. У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам для полного счастья им необходимо 212 тысяч рублей ежемесячно. Мы узнали, сколько денег хотят получать иркутяне. 1150, не меньше. Такого, наверное, не бывает. Чем больше денег, тем больше... Чем больше хочется. Да, будешь себе в ничем не отказывать. Ну, конечно, в идеале можно было бы и 1500 хотя бы. Мне 80 хватит. А миллион бы хотели получать? Миллион, нет, халява не нужна. Заработать другое дело. А халява зачем? Как пришло, так ушло. Халявные деньги не несут ничего хорошего. Тысяч 50. А больше? Ну, больше тем более. Ну, сколько бы я хотел, это вообще вещь, она непредсказуемая. У меня 5 внуков. Представляете, сколько затрат надо для того, чтобы все было нормально. 100-120 вполне нормально бы было. 1150. Ну, если реально посмотреть, то от 50. Я работал в мэрии и получал сколько? Тысяч 15 в месяц. И если бы уже было чуть побольше, то там... Ну, пока я учусь и живу с родителями, мне, ну, 20-ки, наверное, вполне хватит. Ну, если здравые мысли, то 60 нормально. А если пофантазировать? Ну, 1200. И вот о чем пойдет речь далее. Поликлиника, которая приедет к вам сама. Выставка СИП здравоохранения проходит в Иркутске в новом формате. Орликин и его удивительные куклы. Омский театр привез в Иркутск не только спектакли, но и выставку. Олимпийские надежды Иркутска. Об успехах и планах наших боксеров расскажем в конце выпуска. А что для вас по сердцу в жилом комплексе Стрижи-Сити? Квартира в красивом доме, конечно, хорошо. Но ведь важнее то, что рядом с домом. Там и парк, и усадьба Сукачева еще. И фонтаны. И фонтаны, да. Но некоторые люди специально ездят сюда. А мы будем приходить. Вот там и увидимся. Стрижи-Сити. Удобное местоположение. Каждому по сердцу. Сеть салонов, очки и линзы. С нами мир становится ярче. Переведите свои кредиты в Связьбанк под 11,5% годовых, объединив их в рамках программы рефинансирования. 11,5% годовых. Связьбанк. Сделайте вашу жизнь легче. Вы собрали урожай? А знаете, где хранить продукты и заготовки на зиму? Пластиковый погреб. Современное решение на долгие годы. Он герметичный, надежный и, главное, долговечный. Гарантия 100 лет. Быстрая и очень простая установка и монтаж. Срочно звоните. Телефон в Иркутске 500-575. Выставка СИП здравоохранения в новом формате. Теперь на протяжении всей недели передвижной медицинский комплекс будет работать не на одной площадке, как раньше, а каждый день в разных районах Иркутска. Сегодня открытие прошло на площади возле стадиона труд. Какие обследования предлагают пройти пациентам? Площадь возле стадиона труд сегодня не бывала популярна. Здесь сделал остановку уникальный автопоезд здоровья. Тестирование на ВИЧ-инфекцию, на сахар крови, УЗИ щитовидной железы, флюорография. Очередь выстроилась из-за прививки от гриппа. Врачи говорят, сейчас для вакцинации самое время. Вот и глава региона. За профилактику. Важно сделать, пока нет эпидемического порога. Если не сделаем, значит, можем заболеть. Поэтому прививку в данный период надо делать. Так в этом году изменила формат областная выставка СИБ здравоохранения. 20 лет подряд ее проводили в павильонах СИБ экспоцентра. Пациенты новшества оценили. Ой, что вы, это вообще необходимо, потому что в поликлиниках записаться не всегда возможно. Там к терапевту туда попасть проблематично. Здесь пока на очередь поставят. А вроде как мимо шел, зашел, хорошо. Очень удобно. В этом году сделали первый раз. И если так будет каждый год, просто будет замечательно. Мы разгрузим поликлиники. Передвижной медицинский комплекс будет работать всю неделю. Пройти обследование можно в разных районах Иркутска. В пяти районах города будут работать наши машины из автопоезда здравоохранения. Для того, чтобы люди могли рядом свои медицинские услуги получить. Это, на мой взгляд, очень хорошее дело. Потому что одно дело, когда выставка и показания каких-то достижений. А другое дело, когда приходишь к людям, и они, значит, имеют возможность себя обследовать. Здесь с вами будут работать наши коллеги из нашей школы по скандинавской ходьбе. А также гимнастика Цигун будет проведена для наших любителей активного образа жизни. Ведь здоровье – это та вещь, которая дается нам один раз вообще в жизни. И, к сожалению, зачастую мы иногда не вспоминаем тогда, когда что-то где-то у кого-то заболит. Во вторник, 8 октября, передвижной комплекс примет пациентов возле торгового центра «Юбилейный». Яна Романова, Сергей Иванов. Новости сейчас. Мир, в который верят тысячи зрителей. Омский театр «Куклы Орликин» гастролирует в эти дни в Иркутске. На сцене «Аистенка» артисты играют спектакли, а в фойер разместились другие гости. Экспонаты одного из крупнейших в России – музеев театральной куклы. А мечи привезли десятки удивительных работ, когда-то блиставших на сцене в легендарных и даже сенсационных постановках. Когда театр начинается не с вешалки, а сразу с главных героев – десятков спектаклей, когда-то оживавших в руках артистов. Сейчас это обитатели второго в стране по величине музея театральной куклы. Коллекция омского «Орликина» насчитывает около 700 таких экспонатов из разных театров мира. В Омске они расположены на четырех этажах здания музея, где всегда есть место для новых жителей. Часто кукол привозят зрители из-за границы. Или находят, порой в самых неожиданных местах. Когда нам зрители принесли, они сказали, что они на помойке сошли кукол. Они считают, что это куклы очень старые. Они принесли их нам. Мы их взяли, сначала скептически, потом решили их отреставрировать. В процессе реставрации обнаружили, что у них уникальнейшие головы. Эти куклы изготовлены, скорее всего, конец 40-го, начало 50-х годов. В Иркутск омичи привезли несколько десятков экспонатов. Выбирали так, чтобы максимально широко представить историю, виды и системы театральной куклы. Это и персонажи Гоголевского Вия, и герои брака по неволе Мольера, и пушкинские старик со старухой у самого Синего моря. А вот куклы из первого в Омске спектакля театра «Абсурда», поставленного аж в 1988 году. К восторгу зрителей, экспонаты не скрыты за стеклом, и к сказке в этом случае можно буквально прикоснуться. Как к этим героям Золушки, ожившим на сцене еще 35 лет назад. Или этим, из той же сказки, но спустя два десятилетия. Это была такая достаточно эстетская, красивая история. И когда Золушка попадала на бал, ее встречала группа музыкантов. Вот она здесь находится. Эти куклы, они сделаны по принципу статуэток. То есть она вот сама по себе кукла, очень эстетичная, красивая. Вот, у нее минимум заложен в нее движений. Но они настолько выразительны, чтобы вот у зрителя создавалась иллюзия, что это на самом деле они играют. Вход на выставку бесплатный. Прийти можно, когда в театре не идет спектакль. Орликин в Иркутске покажет три детские постановки. А вот и я, твоя невеста, ни жаба, ни кикима, а какая есть такую и вини. Сегодня гости представили сказку «Царевна-лягушка». Также в гастрольном репертуаре «Волк и семеро козлят», а завтра и послезавтра зрители увидят постановку «Дюймовочка». Марина Беклемишева, Александр Волков. Новости сейчас. Областная выставка «Мастерицы и светлицы» открылась в ремесленном подворье. Это одна из цикловыставок коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые имеют звание «Народный». Его организует Иркутский областной дом народного творчества в целях изучения, сохранения и популяризации традиционных ремесел в Иркутской области. В этот раз в столицу Приангария приехали мастерицы из Киренска. В клубе «Светлица» занимаются люди разного возраста, всего 55 человек. Они работают в разных жанрах. Сегодня в клубе провели мастер-классы по бисероплетению и традиционной народной кукле. Это народные славянские куклы «Крупиничка» и «Богач». Они самые первые пошли куклы в древности, у древних славян. В них находится зерно. В «Крупиничке» идет в основном гречка, а в «Богаче» идет перловка. Их делают только в сентябре, а рассыпаются весной, чтобы был урожай. Это уже не первая кукла, которую я делала. Мы делали здесь куклу-масленицу, которой можно было поведать свои печали, какие-то неприятности. Это наша традиция, и мне хочется к этому прикоснуться, быть причастной. Познакомиться с творчеством народных мастериц из Киренска можно в ремесленном подворье в 130-м квартале с 10 до 18 часов в любой день недели, кроме понедельника. Выставка продлится до 10 ноября. Сохраняют в традиции. 14-й турнир памяти олимпийского чемпиона, почетного гражданина Иркутска Константина Вырупаева, прошел на стадионе труд. Подробности в нашем репортаже. Иван Овсяников занимается греко-римской борьбой более 20 лет. Он уже тренирует детей и впервые после долгого перерыва вышел на ковер. Да, проиграл, но по словам борца, такие соревнования помогают быть в форме и показывать пример ученикам, которые также участвуют на турнире. Уже с профессиональным спортом давно как бы закончил это дело из-за травмы связку рвал. Был перерыв 7 лет. После 7 лет перерыва вот первый раз на ковер вышел. Не хватило функционального настройства. Иркутскую область представляли более 30 борцов. Не остались в стороне и другие регионы. В столицу Восточной Сибири прибыли спортсмены из Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, а также Новосибирской, Курганской областей и представители Республики Хакассия. И хотя турнир всероссийский, участвовали спортсмены из стран СНГ. Борец из Узбекистана Умит Абдурахимов почти не говорит по-русски, но ежегодно с удовольствием приезжает в наши края. Кстати, сегодня он выиграл без боя. Соперник на схватку не явился. Легендой на турнире стала его главный судья Аркадий Бердников. Ведь ни один из 14 турниров не обошелся без его судейства. 14-й российский турнир в памяти первого олимпийского чемпиона за Уралом Константин Григорьевича Ворупаева. Первый турнир был, он раньше международный был, в пятом году. Я был тоже главным судьей. Традиции сохраняются. Порядка 100 спортсменов из 10 регионов приехали оспорить первенство. В основном это спортсмены Сибири и Дальнего Востока. Константин Ворупаев и по сей день остается кумиром начинающих борцов. Ведь в 1956 году он покорил Олимпийский Мельбурн, а в 1960 взял бронзу в Токио. Через два года он закрепил свой успех победой на чемпионате мира в американском Толида. От великого предка стараются не отставать и молодые борцы. Победители и призеры соревнований выполнили нормативы мастера спорта. Александр Гаврилов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Ленинский район Иркутска занял все пьедесталы. В областном центре завершился турнир на Кубок мэра по мини-футболу среди дворовых команд. Напряженные и бескомпромиссные матчи за главный приз выявили победителей в трех возрастных категориях. Как это было, расскажет Мадина Халикова. Весь месяц 65 команд вели напряженную борьбу. И вот долгожданный финал. Матчи на Кубок мэра Иркутска сошлись участники из разных районов города. Целый день четыре команды в каждой возрастной категории от 7 до 16 лет состязали за звание лучшего. Соперники знают преимущества каждого игрока, поэтому уступать никто не собирался. Но решающий поединок выявил победителей. Соперники были, ну, нормально они играли, и у них это, и свои преимущества были. Футбол это такая штука, что как бы тут интересно, призы получаешь. И потом можно, получается, выдвинуться в большой спорт, поступить в какую-то команду. Турнир на Кубок мэра по мини-футболу среди дворовых команд прошел в девятый раз. Финал состоялся в спорткомплексе «Локомотив». С каждым годом эти соревнования набирают популярность и собирают все больше участников. Кстати, по результатам матчей весь золотой пьедестал достался Ленинскому округу. Первенство у команд гимназии номер три, школьной и самых старших среди игроков – школьная один. Поздравил спортсменов с завершением турнира мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил, с дворовых игр как раз начинается путь в большой спорт. И именно любительские турниры с детства закаляют характер, делают сильными и целеустремленными. Если посмотреть те матчи, которые мы видели в финальной части, это, конечно, интереснейшая бескомпромиссная борьба. Взрослые могут позавидовать. Зачастую смотреть вот такие ребячьи матчи намного интереснее, чем по телевизору даже. Но это не в обиду сказано никому. Замечательно и здорово, надо поддерживать. И вот оно, будущее нашего спорта. Здесь, в наших глазах, формируется. Дмитрий Бердников наградил финалистов турнира. Все получили медали, кубки и ценные подарки. Мадина Халикова, Сергей Иванов. Новости сейчас. Иркутск готовится стать столицей российского бокса. Воспитанник школы высшего спортивного мастерства Василий Каверин завоевал титул чемпиона на международном турнире в Чехии. В первом бою он оказался сильнее спортсмена из Казахстана. Во втором победил боксера из Индии. Тем временем воспитанники Иркутской школы, Центр развития спорта уже проявляют себя на городских и региональных турнирах. К ним отправился Александр Гаврилов. Объяснить не только технику боя, но и все недоработки других бойцов. Тренер спортивной школы Центр развития спорта Роман Стрельников говорит, научиться на чужих ошибках можно только на тренировках. В ринге уже придется учиться на своих. Антон Ветров уже проявил себя на чемпионате Сибирского федерального округа. Стал бронзовым призером. А в ноябре отправится на спартакиаду учащихся в Кемерово. По турниру, ну, план был придерживаться второго номера в ринге. Дистанции, да. И, ну, в первом бою получилось все хорошо. В втором бою не рассчитал силу первый раунд, нормально боксировал. Потом не получилось, ну, силу не рассчитал. А как давно ты занимаешься боксом? Нравится ли тебе вот это? С боксом занимаюсь пять лет, да, нравится. Но сейчас совсем другой уровень. Чуть-чуть разорвали и быстрый-быстрый подбор. Максимально быстро. По сигналу. Раз, два. Хорошая кофе. Она считает, женщины боксируют не хуже мужчин. Некоторые даже лучше. В свои 15 Юлия Старченко уже кандидат в мастера спорта. В прошлом году выступила на первенстве России, где стала бронзовым призером. В этом году представит Иркутск на турнире «Олимпийские надежды». Самый яркий поединок мне запомнился на России в 2019 году в полуфинале. Я боксировала с девчонкой, которая стала на Европе серебряным призером. Я и проиграла в полуфинале. И получила большой опыт. Подлинчи, Макс, слева, подлинчи. Подлинчи. Ты его опять втикаешь вот сюда. Нету ни акцента, он же жесткая трава. Сейчас в секцию бокса приходит много новых детей. Кстати, самый распространенный миф об этом виде спорта связан с его травмоопасностью. Но, говорят тренеры, бокс куда менее травматичный, чем баскетбол, хоккей и другие игровые виды спорта. Бокс у нас популярен. За последние два года мы уже открываем третий зал. У нас один в юбилейном. Сейчас на бульваре Рябиков будет. И третьего в Новоленином будет. Ну, за эти два года у нас один победитель первенства Европы, это Сергей Ярулин. Сейчас у нас ветров и, получается, веку остались бронзовыми призерами чемпионата Сибирско-федерального округа по боксу. Также, как бы, очень много ребятишек, которые выиграют как городские, так и областные турниры. Сейчас команда Центра развития спорта готовится к новым соревнованиям. Кроме спартакиады, учащихся в Кемерово, это всероссийский турнир среди студентов. Он пройдет в Иркутске с 8 по 12 октября. И турнир «Олимпийские надежды». Александр Гаврилов, Александр Барановский. Новости сейчас. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok